Привет, ребят! Новый день, новый влог. Едем получать ключи от новой квартиры. Я ждала год, я думала год, как же я вам об этом расскажу? Потом я подумала, да как обычно просто, еду на обычное, свое дело. Моя повседневная жизнь, как у меня кто-то угорал. Я раньше влоги называла «моя повседневная жизнь», у меня там типа «свадьба подруги», «улетаем в Дубай», знаешь, «моя повседневная жизнь». Да не, на самом деле, ну конечно, шок! Мне вам столько всего нужно рассказать. Кстати, некоторые уже догадались о том, что грандиозная покупка была как раз-таки квартира. Кто-то начал думать, что дом, но потом в каком-то видео я опровергла, скажем так, эти домыслы, не отвечая на вопрос «Вы купили дом?» А просто сказала то, что «Ну, дом это клево». Но до дома я еще не доросла, по моим ощущениям. Я наконец-таки доросла до того, чтобы начать интересоваться готовкой и, ну как бы, что-то готовить на кухне, а вы про дом говорите. Подождите, дайте вырасти. И сейчас, наконец-таки, мы увидим квартиру. Единственное, что она без ремонта, то есть там руины. Но, может быть, это и неплохо, потому что сами сделаем с чистого листа. Я волнуюсь. Настроение отличное. Я выставила в сторис, типа, ребят, отличное сегодня настроение. Еду по делам. Я пока нигде никому не рассказываю, потому что, ну, знаете, я держала в себе это целый год. Помните тот момент, когда я хотела сделать ремонт в квартире? Когда я пригласила дизайнеров в квартиру. У меня сделали дизайн-проект. Помните то время? Вот то время. В то время я подумала, хочу ремонт, хочу изменений. Потом я подумала, весь мой самый ближайший круг тоже сказал, типа, блин, ремонт, это сейчас ты на него потратишь, ну, дофига миллионов. Что если купить квартиру? Ну, и, короче говоря, в общем, поэтому мы не делали ремонт в квартире, в которой мы сейчас живем, потому что мы купили новый дом, ну, квартиру. Там есть подземный паркинг, целых два места. И, правда, мечты сбываются. Я даже не знаю, на самом деле, конечно, я мечтала об этом, мечтала, чтобы у меня был подземный паркинг, чтобы я приезжала туда, и так вот выходила, и шла, понимаешь? Очень доходчиво объяснила. Вот так, вот так я мечтала, знаешь, вот так вот я заезжаю, вау, вау. Вот так вот припаркурую. Рассказать им в другом видео, а сейчас все рассказываешь. Нет-нет-нет, я буду в этом видео рассказывать. Это видео будет посвящено покупке. В общем, еще много чего предстоит мне вам рассказать, поделиться, и ответить на вопрос, когда мы там начнем делать ремонт. Деньги закончились? Да нет, не закончились, но не знаю, как скоро мы его начнем. Но сам факт. Деньги, ребята! Еще в предыдущем влоге мы с тобой ходили по этому м-видео, выбирали какую-то технику, но мы на самом деле реально просто смотрели, фантазировали. Еще там был момент, который я вырезала, где я говорю, блин, вот бы нам встраиваемую микроволновку, но у нас такого сделать нельзя, не получится. Слава такой говорит, в новой квартире получится. Я говорю, да, но мы это пока не транслируем. Ну, короче, я все. А, кстати, зацените мой маникюр. Никому не интересен, на самом деле, мне кажется, мой маникюр. В общем, сейчас мы поедем получать ключи. Квартира находится на том же районе, где я всю жизнь живу. И это новый дом, который только достроили, со всеми удобствами и улучшениями. Я очень-очень радуюсь. Сейчас мы ждем мою маму. Мы поднимались, лифт еще не работает. Да, пришли отсюда. Можно, там все открыты. Все, замочек работает. Конечно, без ремонта всегда все выглядит так. О, нифига, тут уже стены есть. А, это мокрые точки, да, сделали? Санузлы. Юли, здесь у тебя что? Здесь что будет? А, вот здесь стоишь, будет кабинет моего божья. А, я помню. Мне кажется, она большая. Посмотрите, какой отсюда вид красивый. Можно задуматься. Вон там я буду лежать, рожать. И в окошко мужу ручкой. Ручкой крутить. Было бы хорошо. Пусть тебе ребенка нашим в окно покажет. Было бы хорошо. А у меня есть бинокль у деда крутой советский. Я буду меня вот туда смотреть, и тебе будем друг друга видеть. Короче, интересно. Ну, я думаю, что уже все, на самом деле, догадались, что по соседству живут родители моей подруги Карины. Но вот корпус новый построили, и мы подумали, а почему вы не растошелись? Ну, видок, ребята, посмотрите. Буду просыпаться, вот так вот голышом сюда выходить. И никто живой меня не увидит. Там тихие соседи, тихие. Бойтесь живых. Самое интересное, что вот эта сторона дома, которая с видом, так сказать, немножко на старинное вот это кладбище, она вся раскуплена. А та сторона, которая без вида, она нифига не раскупленная. Не, здесь очень красиво летом, осенью. Здесь бесподобный просто парк. То есть все зеленое, это очень красиво. Нет, вид шикарный, скажу честно. Причем мне безумно нравится. Вы обратите внимание, сколько здесь окон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырестнадцать, пятнадцать. Это если я не обсчиталась. Проверяем окна. Слава уже знает, как принимать квартиры. Ну, вот здесь как бы планируется спальня. Я, кстати, смотрю, тут, в принципе, можно сделать стенку вот так. И здесь как бы кровать. Ну, это с дизайнерами решать. Но, по сути, можно сделать перегородку, кровать. А за перегородкой дверь, например, в гардеробную пока-нибудь клевая. Короче, не знаю, все там, понятное дело, надо смотреть. А можно даже и не делать дверь. Ну, не знаю. В общем, у меня столько мыслей, я целый год фантазирую. Ну, правда, без дизайнеров фантазировала. На самом деле, квартира без ремонта всегда выглядит почему-то меньше. Когда здесь делают ремонт, уже по-другому выглядит. Что здесь? Тут ванная. Блин, такая маленькая, если честно. Ванная. Ну, не, может, мне кажется. Вот здесь еще есть помещение. И вот тут еще есть помещение. Но здесь, я думаю... Короче. Где-то должна быть постирочная. И, в принципе, она может быть даже вот здесь. Ну, или нет. Здесь тоже, считай, можно сделать отдельно. И туалет еще поставить. И еще что-то. Или постирочную как раз тут сделать. Ну, знаешь, я когда смотрела все на этот план, все смотрела и смотрела... Я думала, что тут такой будет толстый коридор. А он, в принципе, не такой уж и жирный. Ну, знаешь, если что, сюда же еще можно какие-нибудь шкафы придумать, как-то по боку пустить. Ну, дизайнеры там придумают. У тебя здесь, смотри, у тебя здесь похожа, а здесь вообще можно есть подошвать. Да, но здесь есть вот такое помещение интересное. А это что? Я не знаю, что. Можно сделать как гардеробную. А вот тут еще два туалета. Две еще комнаты. Можно в один сделать постирочную с туалетом и раковиной маленькой. А в другой ванную с туалетом и полноценной раковиной. А, кстати, да, можно же сюда и стиралку поставить. Вон здесь вот этот короб какой. Стиралку и сушилку можно. А здесь можно сделать прекрасную гардеробную. Да, да. Ну, не знаю, насколько прям она может быть прекрасной. Ну, дизайнеры придумают. Ну, да, дизайнеры придумают. А я вижу уже, что будет здорово. Не, просто, знаешь, она такая узкая, но глубокая. Ну, все пространство любое. А, да, кстати. Вешай, пожалуйста, хоть аккаунт. Ну, вот и здесь для обуви, по-моему, шикарно. Ну, да, да. А я-то смотрю так, чисто вглубь. Ну, и здесь тоже шкаф какой-то. Да нет, на самом деле... Ну, и вот это надо, извини меня, закрыть. А вот это я не знаю. Ну, а как? Я на это смотреть не буду. У нас дома это в шкафу. А, ну, знаешь, как-то закроется. Как-то закроется, да. Здесь типа домофон, да, провели? Короче, я думаю сделать стенку и проход туда, а получается стенка и стоит кровать. То есть это чисто спальня, сюда ничего больше не нагромождать. Грубо говоря, вот сюда я захожу, и здесь у меня гардеробная. Ну, пусть небольшая, но какая есть. Классная. Потом выхожу и хуй, ой, и на кровать. Поняла? А здесь телевизор большой висит. Ну, если кровать вот так. А, так у тебя? Ну да, ну допустим. Здесь же стенка вроде, здесь же будет стенка. Ну, стена, да, и как раз на нее телевизор повесить. Слушай, ну а то прикольно, кстати, ты сюда заходишь. Да, то есть можно даже дверь не делать. Ну, здесь и зеркало, здесь и шкафы, вещи. Это вообще классная идея. Ну да. Все, теперь я вам лапочку, которая большая спальня. Я сначала думала, вы хотите детскую. Не, зачем тут детскую? Она на пару квадратов больше, чем вот эта. Ну да. Но здесь будет детская и мое рабочее место, пока ребенка нет. Ну, я не знаю, что мне рассказывать дизайнерам, когда он еще здесь ремонт, если у нас еще нет ребенка. Типа, какой цвет выбрать? Ну, нейтральный. Ну, это типа кухня, но извините. Мне так нравится этот вид. И русик! А реально здесь ее, да? Да. Тут у нее? Тут, тут. Ну, вот какой-то из этих балконов. А-а-а. Какой-то, я не знаю, какой он. А, подожди, можно посчитать. Ну да, балконы тут, конечно, ни о чемские вообще. Что тут балконы? Да тут балконы для кондиционера. Ну, это не балкон, да, это для кондиционера. Ну, вот, я говорю, вот у вас кусок. Вот я бы, если бы я сейчас здесь планировала, я бы здесь сделала, закрыла, и это у меня был балкон. Почему он открывается? Ну, нам не нужен, конечно, балкон. Грубо говоря, для каких вещей он нам нужен? У вас здесь может красиво стоять стол, понимаешь, обеденная зона, сидите, любоваться. Ой, нет, у нас так дома, я не хочу смотреть. Я хочу, чтобы стол был, ну, типа, где-то в этой части. Любоваться там? Ну, лучше, знаешь, чтобы я ела, и на меня не смотрели живые люди. Какой сложный выбор, там роддом, а там кладбище. А, да, офигеть, блин, это, знаешь, как жизнь проходит. Да, да. Смотришь на рождение, потом так чик-чик-чик-чик-чик-чик, и всё, в итоге приходит. Не, ну, это кладбище не действующее. Ну, да, да, оно как музей, считай. Это музей, да, сюда даже экскурсию привозят. Вот, это очень старинное кладбище, оно уже не действует. То есть здесь никого не хоронят. Это было моё осознанное решение и мой выбор. Не, ну, по ощущению, когда будет весна, здесь всё зацветёт, здесь же оно выглядит, как будто это парк. Поскольку я у иной ещё дома была, но как-то там очень красивый вид. А вот здесь всё, листики жёлтые, красные. Да, на самом деле, это просто супер, вот реально. Я не знаю, что ещё лучше можно придумать. Ну, просто есть реально обычный парк лучше, если придумать. Но просто, вот представьте, реально, никто не смотрит на меня из другой квартиры в окно. Такое красивое открытое пространство. Да, когда будет здесь лето, вы с ума сойдёте. Тут вообще непонятно, что тут. Нет, здесь тоже приятно глазу. Нет, здесь тоже приятно глазу. Так что вот так вот, и мы через дорогу. Теперь мы будем поближе друг к другу, это вообще шикарно. Я уже готова бегать к вам помогать, когда понадобится помощь. В общем, красотища. Мне всё очень нравится. Когда ещё здесь только началась стройка, да, мы уже задумали. Нам пришла бы была такая хорошая идея. Ну, на самом деле, если бы мы задумали это, когда здесь только началась стройка, мы бы сэкономили пару миллионов точно. Не, мы забыла, но мы просто её должны были переварить. Сколько мы её, наверное, год переваривали, да? Ну, достаточно. Потом всё-таки решили. Да нет, всё ты вовремя сделала, шикарно, я считаю. Здесь сейчас уже совсем другая цена, поэтому молодец. Ну, чё, я принял? О, смотри. Ой, так хорошо, когда есть муж, не надо ничего заморачиваться. Мужчина, да, ещё у Мои вроде, ну, успела, но тоже пошёл. Так, конечно, мужчины должны принимать. У них ещё столько дел впереди. Да, у них сейчас ремонт будет вообще. Так что ещё успеют побегать, мои хорошие. Лифт, прикиньте, ещё не сдали, мы поднимались пешком. Не буду говорить, что за этаж, но на таком высоком никогда не желаем. Жарко так, смотрите. Ой, ну классно, да, конечно, после ремонта, ну, когда здесь пройдёт ремонт, будет выглядеть по-другому. Вовсе так, когда нет ремонта, кажется, что как будто малый лес, ты знаешь. Я просто смотрела, где въезд в Папе. Так, а где же ему форт-пики делают? Красота. Очень красивый, Мик. Большой такой. Слушай, а вот не здесь разве ты делала фотку? Вот здесь, нет? Внизу, по-моему, где-то внизу. Не, разве внизу? А мне кажется, здесь, просто здесь же не было отделки. Здесь же просто... Нет, нет, мы не рядом с домом стояли. Здесь какая-то земля была. Это сейчас тут красота? Ну, уже под снегом, конечно, не видно. Вот. Где? А, значит, это где паркинг ты стоишь? Внизу. Где сейчас паркинг? А мы можем, наверное, вниз спуститься? Наверное. Слава, а спроси, мы можем вниз спуститься? Когда покупали квартиру, я сделала фотографию. Сейчас она её, наверное, повторит. Вот спустя год. Может, и больше даже. Вот что было. А, вот что стало. Только ещё раз, что было, покажи. Ну, не идентично. А, на то ещё перефоткались. Нет, когда была ещё зелёная вот эта накидка на всём фасаде. Ребята, всем привет! Продолжение этого влога очень странное. То мы с вами были в квартире, новой, то мы в лесу. Так и живём. Мы сейчас с Вовой идём вглубь леса. Ну, не в самом углубь, конечно. Мы хотим сделать классные фотки. Ой, пока снежно так. Тут, видишь, деревья высокие. Смотри, задний такой багром. Ну да. Не, можно ещё чуть пройти, там ещё ёлки будут. Ну, вот ёлки, конечно, лучше всего. Хотя это идти далеко получается. Приключения. Смотрите, какая у Вовы дублёнка. Или чё это? Ой, на-на-ни-ни-нау. Ребята, офигеть, да? Зацените, какая горка. Кошмар. Здоровая. Я вчера ночью с неё каталась. Раз двадцать, наверное. Было очень весело. Сейчас передохну. А? Высота? Мы только что вернулись из леса. Пофоткались. Видео поснимали. Хочу немножко отдохнуть. Мы по таким сугробам лазили. Классная зима в этом году, конечно. Ничего не скажешь. Только снега. Мама сейчас будет делать хинкали. Да. Это фарш. Это фарш, да. Ещё воды надо. Фарш должен быть жидкий на хинкали. Пирочку ещё добавлю. Кто пробовал хинкали, то вы знаете, что это такой большой пельмень. Внутри фарш. Но когда ты откусываешь кусочек из фарша, о, из пельменьки, это хинкали вытекает сок. Бульон. Бульон должен быть. А, это, чтобы так сделать, я всё думаю, господи, как же они это делают. А оказывается, это надо просто, чтобы фарш был очень такой водянистый. Да, сейчас ещё дали водичку. Кстати, есть рецепт в моём инстаграм, как я делаю хинкали. Ну, подписывайтесь. Ну, правда, фарша, я не помню, я давала рецепт фарша. Но там всё просто. Прокручиваю говядину, свинину. Где-то говядины 60%, свинины 40%. Где-то на килограмм фарша у меня уходит 3 луковицы, достаточно таких крупных. Зелени много, кинза, укроп. Всё это тщательно перемешиваю. Соль, перец. Ну, солёненькое должно быть, да, хорошенечко так. И вот сейчас уже заключительный этап. Это воды нужно добавлять, чтобы фарш был жидкий. Так, ещё надо водить. Как же ты из них слепишь клубочки? Ну, сейчас увидишь. Мы маме на Новый год подарили тестомеску. Она давно мечтала о такой штучке. До этого она лепила и пельмени, и хинкали просто руками. Вот, теперь, конечно, будет намного легче. Тесто месить легче в тестомеске. Всё равно немножко в конце нужно домешать его. Ну, вот, собственно, вот такое должно жидкое быть тесто. Сейчас я его ещё попробую на вкус. Может быть, нужно немножко ещё соли или перца. Так, вот после того, как тесто у меня побывало в тестомесе, я его ещё немножко донесила и убираю в пакетик. На полчаса. Так, вот это тесто уже у нас. Готово. Сейчас мы его будем резать вот на такие вот кружочки. Каждый кружочек это один хинкал. Да, там ещё останется лишнее, а потом обрезаю и ещё раскатываю, и у меня ещё из этого лишнего получается хинкали. В общем, безотходное производство. Когда я начинаю лепить хинкали, я сразу ставлю большую кастрюлю с водой. Ну, хинкали лучше, да, почему? Потому что у них бульон же внутри, вода. И если они будут стоять, просто всё размякнет. Поэтому лучше слепила и сразу забросила. А заморозить что, нельзя? Можно, мы пробовали, но всё равно не такое, да, получилось. Примерно вот такое у меня получается кружочек. Нормальный такой. Будущий хинкал. Ну да, как раз, чтобы попки много было завёрнуто. Без тебя уходит. Бибик. Все у меня спрашивают постоянно, где купить такую штучку. Без понятий. Потому что я один раз увидела её в магазине, быстренько взяла, потому что это то, что я и хотела, давно искала. А потом я в этом магазине уже этого ни разу не видела. То есть я купила её сколько лет назад. Не знаю, я думаю, проще заказать в интернете какую-нибудь. Кенгурушка для собачек. Я не знаю, как это называется. Ай, ня-на-ми-ми-ня! Вива тоже вчера с горки каталась. Вообще, я на обложку планировала поставить что-то с квартирой, если я не знаю. Давай, может, лучше я Виву подержу? Да? А, по-моему, она хочет прокатиться. А мне кажется, она не хочет прокатиться. Сейчас я заберу у тебя. Сейчас я на тебя повешу. Смотри, как ты оттапаешься. Наружный конь. Давай. Давай, давай. Дай, давай. Пахнет. Дай. Давай. Слабо меня догнать? Ну, есть, пробу. Стоять! Валим! Готов? Валим, вон. Валим! Моих! Валим! Осторожно! Что, Муля, кинкали ждёшь, да? Да, много сразу, вот, перчик, ещё немножко, сейчас подсолю, так, текс, ну что, такой жидкий у нас, не, ну так удобно в тарелочку пустить. Я бы сказала, не всегда, сейчас я первый сделаю, пойму, как лучше мне. Хинкал, хинкал. Да, красавчики. Красавчики. Тесто на хинкале должно быть очень плотным, чтобы оно не разваливалось и не вытекал бульон. Интересно, да, историю, как придумали хинкале? Ну так же и придумаем, только они тесто... Случайно, наверное, просто сделали жидкое, ну знаешь, такие истории. Не, 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 знаешь-ка, я смотрел историю про хинкали. А, да? Да, то бишь, пастухи же придумали эту тему. Они забивали барана и быстро делали фарш. Причем в настоящей хинкале фарш не фарш должен быть, а рубленый. Вот. И у них был бурдюк, туда они сыпали тесто и воду. Пока пасли, грубо говоря, этих, свое стадо, у них там вот это тесто в бурдюке взбивалось и стало, становилось вот таким крутым. А в тесте была мука и вода. Да, там всего три ингредиента, мука, вода и щепотка соли. Да, и щепотка соли, больше ничего нету. Они руками там особо не месили. Этот бурдюк за спиной, пока он ходил, он взбивался, и тесто становилось крутым. Он весь день ходил, к вечеру доставал такой кусочек теста, быстро лепил себе хинкальки и в воде варил. Клево. Может, вам тоже ходить весь день с этим тестом на плечах? Очень любит история. Так это же интересно. Чтобы вот он не попробовал, обязательно должен знать историю. Вот так. А я просто слушаю. И ем. И ем. Так, а детям, детям я буду сейчас варить пельмени, которые мы вчера с ними вместе налепили. Так, чё, тарелка уже, всё, не помешается. Тарелка это? Да я так, ладно, я так, я сзади засуну. Ребята, всем привет, мы снова в Москве, и поскольку влог у нас посвящён в квартире, мы сейчас поедем туда, потому что нам нужно подняться, к сожалению, пешком, высоко. Чтобы сфотографировать счётчики. Такая вот задача. И хочу сделать классную фотку, которую выставлю как раз в инстаграм, когда буду сообщать вам такую новость, делиться. Вот, так что сейчас поедем. Посмотрим ещё раз уже без третьих лиц. Я не про маму мою, а тогда нам показывал молодой человек. Вчера мы приехали с дачи, классно потусили, отдохнули, отметили квартиру. Вот, и, собственно говоря, что, что рассказать. Я вам сейчас покажу кадры, когда мы шли только смотреть квартиру, ещё до того, как мы её купили. Куда мы идём? Мы идём смотреть будущую мою квартиру. Тавиш в касках, которую мы планируем приобрести где-то через неделю-две. Через неделю. Очень много окон. Так, мы заходим во вторую комнату. Спальня номер два, например. Вот где стенки. Я эти кадры снимала на айфон. Тогда просто смотрели. Вот, у нас со Славой куча разных мечт, желаний, чё где будет. И сегодня, когда мы будем в квартире, тоже покажем вам, расскажем. Хотя в тот раз что-то мы говорили, но всё было так шумбурно, поэтому сегодня ещё раз посмотрим. Я думаю, что, может быть, через месяц или чуть поменьше даже посмотрим, как получится. Пригласим туда дизайнеров. Они сделают дизайн-проект. И, собственно говоря, посчитают нам, сколько всё это нам обойдётся, сколько всё это выйдет. Замашки у меня, конечно. Такие царские. Поэтому мне хочется, чтобы всё было суперкруто, суперклассно. Но, как я уже неоднократно говорила, я считаю, что делать ремонт за какие-то сумасшедшие, бешеные деньги, покупать какие-то дорогие плиты, камни. Ну, я в этом, если честно, не вижу смысла. Я считаю, что нужно просто сделать качественно, красиво. Вот, потому что мебель, она и в Африке мебель. Я, кстати, сейчас смотрю, начала смотреть звёзды в Африке. Любую мебель, какую ты купишь, она рано или поздно всё равно, ну, испортится. Даже самая дорогая, даже самая шикарная, с ней что угодно может произойти. Просто элементарно её чем-то поцарапать, испачкать, испортить. Ну, типа, тем более, когда я думаю о том, что когда-то будут дети, которые тоже могут что-то своими ручонками взять, нож и диванку. Не, ну, вряд ли они, конечно, так будут делать. Ну, имеется в виду, что есть мебель, которую действительно нужно хорошую взять. Есть, ну, не скупиться, скажем так, а есть мебель, которую не вижу смысла брать, какую-то супердорогую. Но у меня такое желание, чтобы из этой квартиры, где мы сейчас живём, вообще ничего с собой не брать, кроме телевизора и каких-то таких штучек, типа, ну, техники, понятное дело. И то не всю, наверное. Так что, не знаю, если честно, в моих мечтах через год мы уже там живём, уже обжились там. Но, опять же таки, я не знаю, как получится, потому что ремонт — это дело такое. Пока-то всё, пятое-десятое, денежку поднакопить надо. И помимо ремонтов другие разные растраты в жизни есть. Поэтому не знаю, как быстро у нас получится. Ну, будем стараться, может быть, поэтапно будем делать. Всё зависит от того, что в итоге нам насчитают по нашим желаниям. Вот. Я думаю, что всё должно получиться классно. Техника, наверное, будет дорогая. Какую-то технику можно в рассрочку брать, на самом деле. Ничего такого в этом нет, особенно, когда ты делаешь ремонт и так кучу денег тратишь. Все так делают, ну, многие. Так что сейчас посмотрим, ещё разочек поднимемся. Хочу позвонить дедушке тоже, когда будем там в квартире показать ему. Я ему, правда, уже показывала, он знает, разумеется. Все, конечно, говорили о том, что лучше покупать участок, строить там дом за такие деньги. Но, опять же таки, это как-то, мне кажется, сложно, что ли. Я не готова уезжать из центра, из города. Хотя Слава бы очень хотела жить за городом, да, Зай? С другой стороны, когда живёшь в доме, вот папа у меня живёт в доме, например. И он мне как-то говорил, что когда ты живёшь в доме, ты уже такой, типа, чё, на дачу ехать? Ну, зачем? Типа, шашлык можно у себя во дворе пожарить. А так у нас, ну, помимо того, что родители на даче, да, там бабушки, дедушки, есть ещё какая-то мотивация приехать на дачу, пожить в доме, подышать свежим воздухом, пожарить шашлыки, ну, то есть какие-то такие вещи. Мне, наверное, пока хотелось бы, чтобы это оставалось так. По крайней мере, чтобы было куда стремиться, куда расти. Получается, наш дом. На самом деле, то, какими тропами мы добираемся сейчас, это, ну, вариант, который сейчас у нас есть, из вариантов один из. Потому что так-то у нас, конечно, вообще-то паркинг есть, подземный. Господи, всю жизнь об этом мечтала. Ну, ладно, не всю жизнь, но хотелось, конечно, лакшери жизни, когда ты просто такой спускаешься. А где? Где мой муж? А! Я тебя потеряла! Если бы Карина, моя подружка, жила здесь, где сейчас живут ее родители, то мы бы с ней были соседками, как когда-то, как мы и познакомились. Ну, тогда мы в соседних подъездах жили, правда. Но, к сожалению, мы будем жить чуть подальше друг от друга. Но все равно недалеко. Да, красиво, конечно. Очень красиво. А вот коммерческие помещения. Интересно, что тут будет. Надеюсь, какая-нибудь шикарная кофейня. Простил, у чувака все выкуплено, нахрен. Да, да. Это чистая. Выкуплено все. Ну, ладно, будем делать модное фото. Мы зашли внутрь. Единственное, что у нас ключи пока не работают, потому что тут еще камеры настраивают. Но посмотрите, какой шикарный подъезд. Ну, начнется наша любимая лестница. Ты тут? Ну, полетели, зай. Подниматься будем в 100 тысяч лет. Разминка. Ну, мы не будем торопиться. Конечно, мне жутко раздражает это эхо, которое присутствует. Но ничего не поделаешь. Ну, вы помните, что я вам рассказывала, что здесь, наверное, мы гардеробную сделаем. Тут у нас будет ванна, туалет. И Слендер Мэн там стоит. Постирочный туалет. И раковину тоже можно сюда поставить. Ну, в принципе, вы это все видели. Квартира это 89 квадратов с чем-то. Ну, можно сказать, 90. Причем самое интересное, она должна была быть меньше. 87 она должна была быть. Но в итоге ее сделали побольше. Вот. Ну, детская. Как вы догадались, вот эти стены снести нельзя. Но вот эти можно менять. Блин. Кстати говоря, помнишь, как для нашей квартиры, где мы сейчас живем, дизайнеры сделали такой проект, что убрали стену, там, где твой кабинет, и объединили, типа, коридор. Но это плохая идея, потому что... Да, это плохая идея, потому что не представляю я тут кухню и открытую. Ну, короче, ладно, пофиг. Да, здесь будет детская. Не знаю, если честно, я уже начала придумывать, какую детскую я вижу, но сейчас я посмотрела и подумала, блин, что-то какая-то комната не очень-то большая получается, потому что я придумала, что будет клево, чтобы шел шкаф, и, то есть, дверь, и, типа, ты входишь в комнату прямо через шкаф, как будто бы. То есть, вот так вот по стенке сделать шкаф, и посередине дверь. Поняли? Ну, я не знаю, посмотрим, может быть, это и рабочая схема. Может быть, мы каким-то образом сможем увеличить. Здесь пространство. Да, конечно, без мебели, без ремонта выглядит не очень большим помещением, но я думаю, что будет круто в итоге. Ну, собственно, говорят, вот особо ничего такого интересного. Это наша спальня. Она, кстати, не такая уж и маленькая совсем получается, учитывая, если можно будет воплотить мою задумку, чтобы сделать здесь стену, за ней гардеробную, и проход в гардеробную, а тут, типа, кровать стоит. Не знаю, насколько это все получится, но, честно, я уже здесь живу. В своих мечтах я уже здесь живу, поэтому, конечно, будем стараться сделать ремонт как можно быстрее, ну, и не прыгать выше своей головы тоже. Страшно было рискнуть, вот так вот взять, просто решиться, берем, покупаем, все-таки покупка такая недешевая, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, поэтому я рада, и еще я целый год не рассказывала вам и не рассказывала, почему мы в итоге не делаем ремонт в нашей квартире, вот, наконец-то, я могу вам рассказать, почему. Нам надо делать теперь ремонт здесь. В общем, на этом все, ребят. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, надеюсь, что вы рады за нас искренне, и я уверена, что многие из вас уже догадались, что действительно у нас появилась новая квартира. Так что спасибо большое, что смотрели этот влог. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, будьте счастливы, здоровы, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok